Кто из окружения Путина готов идти с ним до конца в войне против Украины? Является ли Крым ахилесовой пятой Путина? Финансируют ли российские олигархи армию Украины? Об этом расскажет экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв. Начнём с тобой, если ты не против, с этого некоего протестного духа, который вылился через два подслушанных телефонных разговора. Насколько я понимаю, судя по испуганным глазам и по коричневевшим штанам тех, кто принимал участие в этих разговорах, это не из последних телефонных разговоров, которые появляются. Потому что, насколько я понимаю, в российской элите сейчас по телефону вообще в принципе не разговаривают или разговаривают только о ценах на батоны. Мнение Пригожина Ахмедова. Вот всё вот это вот, закомплексованный лилипуд, сатана, пустышка. Действительно ли элиты в России разделяют, элиты бизнеса разделяют вот эти вот мнения, эти оценки? Да, это мнение процентов 90, я думаю, российских элит. Российские элиты, как, наверное, нам на это справедливо указывает, то Эль Гиркин на данный момент гораздо более оппозиционный и антивоенно настроенный, чем средний россиян. Гораздо больше. У элиты настроение простое, да, там, если бы побеждали, это было хорошо. А то, что проигрываем, значит, это хреново. Но дальше линия рассуждения, она идёт таким образом, что, ну, мы начальнику не мешали, не мешали. Он за это нам должен был давать возможность нормально жить и зарабатывать. Это его работа, как президента. Мы ему платим бабки, платим. Значит, мы свою часть сделки... А он, значит, рамсы попутал, значит, полез туда, куда не надо, и нам жизнь портят. Вот, как бы, там, основная история, да. То есть это не то, что... Это не в относительных войны. Это в отношении того, что Путин не выполняет свои должностные обязанности. Ну, то есть он же тоже должен что-то делать, да. То есть вот он наш босс, значит, ну, босс должен заботиться о своих сотрудниках. Мы его сотрудники, он должен о нас заботиться, там, платить нам зарплату вовремя, да, там, и смотреть, чтобы наше предприятие не вылетело в трубу. А если он начинает его убивать по имя того, что ему там красивая Феррари понравилась, да, то есть которая с украинскими номерами, то, блин, ну, нет, это плохо. Ну, кстати, ещё один показательный момент. Это реакция Кремля вообще. В принципе, реакция Кремля и на эти два разговора, и на удар даже по кумполу Кремля она была достаточно никакой. То есть её просто не было. Это специально спланированная реакция, ну, то есть или это какая-то вменяемая, адекватная реакция, или это просто реакция, когда в панике ты ничего не делаешь, потому что ты не понимаешь, что делать. Ну, насчёт элит – это одно, насчёт Кремля – это другое. Значит, насчёт элит – фугать дополнительную элиту он совершенно не хочет. Его главный подход, обычный подход – это чекистская разводка. Он вот мягко потом придушить чуваков, да, как бы, ну, так случайно получилось, да, то есть вот машина упала в пропасть, то просто вот там, значит, камера там прохудилась, да, то есть вот неисправность там оказалась, да, то есть вот выпил чего-то, не так вот, да. Ну, не так, чтобы вот прям вот так вот кулаком у государственного, да, там, значит, показательный расстрел, вот это вот нет. Это совершенно не его подход к жизни. Поэтому, ну, все, в общем, на самом деле поняли, что надо по телефону говорить осторожнее, но в целом это, конечно, возымеет достаточно сильный антивоенный эффект, всё произошедшее, потому что каждая подобная утечка, она показывает, ну, каждому представителю элиты, что он не один такой, да, то есть что если представители других групп там, значит, так вот между собой разговаривают, и главное, все же с этим согласны, потому что, наверное, сказали, с этим согласны все, да, вот, то это, конечно, консолидирует вот это противостояние. Просто Кремль боится, что если они будут сделать что-то жёсткое, то консолидация может произойти ещё быстрее и ещё более эффективно, вот, ну, на несколько другой платформе. Вот, поэтому они ничего не делают. Значит, это уже, вот я говорю, это от Путина. Значит, история с Кремлём, значит, это история такого чистого политехнологического расчёта, да, значит, активная реакция – это раскрутка этой акции. То есть это привлечение к ней внимания, это эффект Барбары Стрейзен, о том, что вот теперь все будут знать о том, что она произошла. Так, как бы никто не знает. Вот, но последствия у этой акции были абсолютно прямые и в значительной степени ровно те, на которые рассчитывали, значит, авторы. А именно парад, де-факто, был отменён. Собственно, весь вся эта атака затевалась на то, чтобы отменили парад. Ну, его не вообще отменили, но его, как мы знаем, не было. Он был сведён к одному жалкому танку Т-34, и то в условиях, значит, прилетевших заложников, которых выстроили перед Путиным, чтобы там никакой дрон новый на Красную площадь не прилетел. Это же на самом деле самый простой, мне кажется, путь. Ну, вот казалось, да что, выводишь капитал за рубеж, и там делаешь деньги там. Почему массово сейчас этого не происходит? Если ты не можешь изменить ситуацию в своей стране, почему так массово не выходят? Или выходят, но это не видно? Объясняю. Потому что на пассивных инвестициях, когда ты там даёшь деньги в управление какому-нибудь инвестиционному фонду, ты можешь заработать несколько процентов годовых. Ну, 10% от годовых. А в России ты по-прежнему можешь заработать от 50 до 100, на некоторых проектах и того больше. Для меня богатые люди – это в основном люди пассионарные. Люди, которые обладают определёнными свойствами, которые выделяют их из основной массы. Ну, разные по-разному. Я смогу привести из клинических трусов, да. Пассионарные не с точки зрения революции, не с точки зрения социальной, а с точки зрения того, что это люди, которые способны на какие-то движения или обладают какими-то данными психологическими, которые позволили им в ситуации, когда другой бы не заметил или не попал бы, попасть, заметить и заработать. И вот эти вот люди пассионарные сейчас находятся в ситуации, ну, такой, достаточно двусмысленной. И они всё равно предпочитают там говорить на кухнях, но ничего как-то особо не делать для того, чтобы эту ситуацию изменить к лучшему. Почему это так? И так ли это? Ну, потому что всё постсоветское время проходил определённый естественный отбор, который одних людей поднимал, других опускал. и поднимались те люди, которые умели договариваться с государством. Это основной критерий. Договориться про приватизацию, договориться про контракты, договориться про крышу и так далее и тому подобное. Все остальные – нет. И, собственно, это является основной причиной. Просто других не осталось. Они разорились, они были скуплены, они проиграли в конкуренции. Потому что норма прибыли от договорённости с государством всегда выше в постсоветской экономике, чем норма прибыли на честном предпринимательстве. Есть ли фактор страха? Вот просто тупо физического страха. Ведь в 2022 году ушло… Вот я насчитал раз, два, три, четыре, пять, минимум пять топ-менеджеров, которые ушли по странным стечениям обстоятельств. Аваев и Ворон, связанные с «Газпромом», дальше Протасеня из «Новотека» и Суботин и Маганов из «Лукойла». Это всё топливоэнергетический, насколько я понимаю, сектор. Но, тем не менее, пять странных смертей. Не похоже ли это на то, о чём ты говорил, любимая Пауковская? Вот здесь у нас шина спустила, здесь у нас рулевая колонка поломалась во время входа в поворот. Ну, я бы сказал, что да. Во-первых, их больше я… Это пять за 2012 год, смерти которых типа подозрительны. Знаешь, ну вот там, убил себя и семью топором и покончил с собой, да? Вот такие какие-то вещи. Да-да. Мне кажется, что даже в прошлом году было больше. Ну, не важно. Вопрос в том, что мне кажется, что эти смерти, ну, половину людей из этого списка я лично знал, они все, на мой взгляд, имеют внутрибизнесовую природу. То есть они, безусловно, выглядят, мягко говоря, подозрительно. Конечно, они связаны с торжением и с тем, что происходило, но это не потому, что эти люди там вдруг решили стать правдорубами и какими-то политическими деятелями. Они сидели на конкретных финансовых потоках, которые надо было обрубить в связи с санкциями, переделами рынка и так далее. В этой ситуации там они зависали, они могли становиться опасными, потому что у них возникали уже свои интересы, им надо было самим спасаться. То есть они, ну, вот там, исключение явное Маганов, там немножко другая история, там, но вот то, что является этим, там, Газпромом, вот это вот все, это, конечно, люди, которые такие, председатели, да, то есть схемотехники, которые там, значит, решают определенные вопросы и от них избавиться проще, чем их сохранить. Хорошо, тогда давай перейдем к табакенке. Поближе, подберемся поближе к кангелябру. Люди, которые находятся вместе с Путиным или рядом с Путиным, рядом с Троном. Все ли они согласны идти ко дну вместе с Патроном? Никто не согласен. Но они не считают, что они находятся на одном корабле. То есть они видят, что они находятся рядом, но это необязательно, что вот они чувствуют себя в одной лодке. В одной лодке четко себя чувствует там, в Патрушке. То есть он, понимаете, он в одной лодке. Значит, ему даже спрыгнуть из этой лодки как бы непонятно как. Есть люди, которые вроде как на этой лодке, но которые еще, то есть они понимают, что они на этой лодке, но которые думают, что, наверное, они спрыгнуть могут. То есть это словно и сечи. Которые как бы там путинские, но генералы бизнеса. То есть они могут как-то подоговариваться. Они же типа не политические персоны. Они не имели отношения к развязыванию этой войны и так далее. Они могли быть какими угодно там несимпатичными генералами его режима, но, значит, к ним нету вот таких острых претензий. А чистые предприниматели, там какой-нибудь там Малекперов или там Фридман, там еще что-нибудь, да? Вот. Ну, да, они понимают, что они тоже попали под удар, значит, из-за неразумной позиции государства. У них, соответственно, к вождю великому есть претензии, безусловно. Но они не считают, что когда он утонет, они тоже утонут. Они так не мыслят. Хорошо. Ковальчук, Шойгу, Кириенко. Они в одной лодке с Путиным? Они готовы идти с ним до конца? Ну, вот Шойгу в одной лодке, да? Там Кириенко, ну, думаю, что он считает, что он в одной лодке. Но просто это не означает... То есть эти люди, которые... Я бы так сформировал. Это люди, которые в лодке заинтересованы. Не в рулевом этой лодке, а в лодке они заинтересованы. И поэтому в какой-то момент времени они могут постараться от рулевого и избавиться. Потому что он сейчас сидит на стратегическом месте, он их всех видит. До него дотянуться, это же тогда вскочить. А у него там автомат в руках, значит, можно и не успеть. С другой стороны, в ситуации шторма, когда понимаешь, что все равно потонешь, уже можно хрен с ним. То есть там бросаемся, ну, то есть так хоть какой-то шанс спасти, а так вот совсем, соответственно, никакого. Ну, то есть, ну, они спасают лодку, да? А вот люди вот типа там каких-то Цертенбергов, там Тимченок, вот, и даже, может быть, Ковальчуков. Я не уверен относительно Ковальчука. Мне сложно сказать, я с ним ни разу не общался лично, поэтому мне трудно понять его психологию настолько глубоко. Я тут сужу чуть-чуть издалека, и мне кажется, что Ковальчук скорее относится к той же категории, что там Шойгу, да? Но Ротенберге, например, или тем более Тимченко, или Сечин уверен, да, в этом совершенно, да? Я думаю, что эти люди, конечно, считают, что они вот с этой лодкой рядом, но что они могут поплыть сами, если так будет нужно. А группа вот этих системных либералов-технократов, ну, там, Набиулина, Мишустин и прочее, они в этой лодке, или они, в принципе, плывут реально отдельно от всех? Не, ну, они так же воспринимают себя, как вот эти вот бизнес-люди, там, вот эти вот Олег Первый и Фридманы, да? Какие к нам претензии? Мы честно работаем, да? Мы там. Честно выполняем свои обязанности. Мы ни в кого не стреляем, мы никакую войну не начинали. Мы даже внутри себя против нее, и это, в общем, не туда понялись, да? То есть вот мы выполняем свою работу. Чего вы к нам пристаете? Вот там тот подход, который у них есть. Просто другое дело, что так же рассуждали многие ключевые люди немецкого рейха, да? И это их не спасло в Нюрнберге. Но, еще раз, внутри человеку это трудно понять. У него слишком много привязывающих его факторов, слишком много факторов текущего комфорта, статусов и так далее, чтобы вот он настолько далеко думал о гипотетической опасности, отказывался от того очень жирного, это уже не синица, да? Это жирный журавль, который у него в руках, ради какой-то вот призрачной синицы в небе. Вот те, вот те, а вот это только что перечислил, да? Ну вот смотри, на Пиулина, насколько я понимаю, вот системные технократы, в них, в принципе, нет даже ресурса для того, чтобы вовремя схватиться за канделябр, да? У Кириенко, у Шойгу не будет хвататься за канделябр, он вместе с Патрушевым будет идти до конца, да? А вот там, условно говоря, Кириенко и тем более люди, у которых армии есть и официально, да? Например, тот же Пригожин, тот же Кадыров. Это люди, у которых есть силовой ресурс. Могут ли они, в принципе, да, понять, что, эй, ребята, надо рулевого менять, лучше лодку несет совсем не туда? Слушай, я тебе честно скажу, я считаю, что любой человек, который видит Путина регулярно, может быть ядром там заговора и нападения. Потому что здесь же важно понимать, как работает система, да? То есть человек, который постоянно проходит туда и назад, да, то есть за всей линией, соответственно, оборона, он все видит, да, то есть он видит, где проверки, как проверки, кто охраняет, кто не охраняет, он видит сильные, слабые места системы охраны, да, и любой такой человек может предпринять соответствующие действия, да? Другое дело, там, как именно, да, там, кого-то купить, там, где он может самому сделать, да, то есть вот, там, может, с кем-то договориться, может, еще что-то, да? Но в любом случае этот человек имеет такую возможность. Человек, который не видит Путина регулярно, он, ну, слепую ему там сначала, с чего надо начать, это с разведки, то есть, а как выстроена, соответственно, система охраны. И сам факт этой разведки, он привлекает внимание, и поэтому такие люди, конечно, они могут думать только вот, если у них кармия есть, да, то есть, грубая сила, которой можно штурмовать какой-то кабинет, и то он, не знаю, там сам Путин сидит, или двойник там его находится, то есть, что же, вот эти слухи же, они нарочно распространяются, да, то, чтобы были подобные сомнения. Поэтому у них даже там, даже то, что мы недовольны, ну, это подталкивает только к побегу, но не к непосредственному действию. Действия изнутри системы могут совершить только люди, имеющие доступ к телу. Ты сказал в одном из интервью, что время табакерки еще не пришло. Нужно чувство окончательного краха на фронте. Что такое окончательный крах на фронте, и когда это время может прийти? Без надежды, спрашиваю, но так. Ты знаешь, когда я, помню, в детстве смотрел, был такой фильм «Команда» с Арнольдом Шварценеггером, он заканчивался тем, когда Шварц в водяночку идет штурмовать остров. Да, вместе с ним такая красивая стюардесса, которой они вместе пролетели на гидросамолете, который нужно в критический момент завести для того, чтобы Шварценеггер, значит, на него прибежал, и они бы вместе там дальше с этого острова рванули. И вот он ее инструктирует, значит, когда ты услышишь сигнал, то тогда, значит, заводи моторы, вот эту ручку, вот эту ручку и так далее. Значит, она говорит, а как я пойму, что это сигнал? А вот когда услышишь взрывы, огонь и дикие крихи, то это и будет сигнал. Ну вот, я хочу сказать, что когда это произойдет, мы сразу поймем, что такое крах. Понимаешь? Да, я помню, но я точно так же помню, что в конце этого фильма он оказался не в этом гидросамолете, а он оказался на пляже в окружении морских пехотинцев, которые туда высадились. Понимаешь? И вот тут вот ситуация просто повернулась несколько в другую сторону, да? Я не думаю, что высадятся морские пехотинцы. Несмотря на все желание Аркадия Бабченко оказаться на Абрамсе в Москве, я все-таки не думаю, что это произойдет, да? Условно говоря, каким образом может быть сформирована вот та позиция, когда рука людей, которые могут заходить внутрь контура, потянется к канделяку? Что это должно быть вообще? Ну, смотри, да, это два разных вопроса. Значит, что наиболее вероятно будет все-таки действительно таким поворотным пунктом, да, на мой взгляд, это будет падение Крыма. Вне зависимости от того, что в это время будет происходить на Донбассе. Вот Крым, я считаю, ну, вот это вот такая Ахиллесова писала. Может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что это так, и много умных людей мою эту мысль разделяет. Значит, что касается вот этой военной силы, то она не нужна супербольшая. И я как раз считаю, что вот эти вот морские пехотинцы у нас есть. То есть, с одной стороны, у нас есть эти русские подразделения, конечно, надо еще, чтобы они подросли, но они растут в этом направлении. И я абсолютно уверен, что в момент X, когда надо двигаться на Кремль, вот только пальцами щелкни, и украинских добровольцев, которые пойдут вместе с ними, будет абсолютно достаточно. То есть, это не армия, не ЗСУ, да, то есть, не официальная команда, там, значит, Владимир Александровича Зеленского, да, то есть, исключительно добровольцы, ну, которым не будут мешать, как там, в Донбассе, в отпуск люди же ходят, да, ну, и тут в отпуск поедут в Москву, да, то есть, вот, хорошее туристическое место. Вот мы много работали над развитием туристического класса. Вот, воспользоваться этими плодами, да. Значит, а то, что касается вот этой внутренней ситуации, то случится она раньше, случится она позже, случится она в момент, когда, то есть, войска уже будут в Москве, да, или, наоборот, войска пойдут в Москву тогда, когда увидят, потому что это очень оппортунистическая ситуативная история. Посмотрим, как это будет происходить. Я бы сейчас не загадывал, я бы просто создавал бы ресурс, который готов к мобилизации и применению в очень короткий срок. И, собственно, этим мы тут все и занимаемся. Если вернуться к атмосфере, которая сейчас царит во властных и в бизнес-элитах, для меня это вот эти вот разговоры, они стали свидетельством еще одного достаточно любопытного аспекта. Это какая-то определенная апатия. Апатия, которая превращает их бездействие. Апатия для Путина может быть более опасным, да, делает это бездействие более опасным, чем их какое-то действие. Ну, потому что они превращаются, по сути дела, в саботажников. Или это иллюзия? Или они все так же работают на благо Родины и Путина? Ну, конечно, значительная часть российского чиновничества еще с самого начала всей этой спецоперации, в общем, она заняла позицию, ну, не итальянской забастовки, но такой, что вот не надо слишком быстро бежать, значит, не надо привлекать к себе внимание, надо быть низенько, вот, чтобы тебя никто не видел. Четко делаем то, что от нас просят, не больше, не меньше, вот, от звонка и до звонка. И такая позиция сейчас большинства российской бюрократии. Мы говорили с Гудковым-старшим, он говорил, что Запад ведет себя с его точки зрения неправильно, потому что не предоставляет никакой альтернативы, мол, типа, людям, которые и рады были бы перейти на сторону добра в этом вопросе, но вот, типа, Запад им показывает только кнут и не показывает никакого пряника. Какое твое мнение в этом вопросе? Ну, вот в этой части утверждения я с Геннадием Владимировичем согласен полностью. Собственно, с самого начала, когда все эти санкции придумывались, именно говорилось про то, что это кнутый пряник в ход и выход. Санкции – это не наказание, это инструмент политики. Это понуждение человеку что-то сделать. Суд и наказание не может быть без нормальной конкурентной истории, там, адвоката, выслушали доводы одной стороны, другой стороны, приняли решение. Но санкции – это, ну, я хозяин дома, я говорю, там, ты не можешь зайти ко мне в домой, если ты не снимешь обувь перед входом, да? Если ты хочешь быть в обуви, извини, ты не зайдешь. Даже если ты вчера оставил у меня дома свой ноутбук. Ну, вот правила такие, да? То есть хочешь зайти в обувь – снимешь обувь, да? Вот. И дальше должно быть право человека сделать это или не сделать, но он должен четко понимать, что от него хотят. И вот этот вот образ, на самом деле, он очень точно показывает, что там думают представители представителей вот этой российской бизнес-элиты. Потому что я знаю многих людей, которые говорят, и мы готовы там, там, деньги на ЗСУ, окей, мы готовы деньги на ЗСУ, да? То есть там, какие у вас еще требования? Мы готовы требования. И нам только, знаете, гарантия о том, что если мы будем это делать, что вы нас к себе примете, потому что если мы это будем делать, то мы ставим себя под удар, то есть там оставшиеся наши активы в России конфисковывают, а к нам может приехать человек с намечком. Ну, то есть эти риски, это наши риски, это не наши риски, мы понимаем, поэтому мы их готовы взять. Но мы их готовы взять при условии, если мы понимаем, что вы, соответственно, нас после этого примете. А если мы их на себя взяли, а вы нас не принимаете, ну, мы там свое положение тогда многократно ухудшили еще дополнительно, да? И они, соответственно, подобный шаг не совершают. Вот в этом вот вопросе гарантии, вот этой четкой политики, которая была бы написана на бумаге и выполнялась-то, вот в этом есть главный затык. Главное, она в принципе-то написана на бумаге. Есть официальные материалы. Группа Ермак-Макфо, которых написала. Президент Украины их утвердил, согласовал с президентами других стран. Там, значит, полиси-пейпер, она размещена. Значит, согласно этой полиси-пейпер, работают и украинские органы, и органы других стран. Но внутри себя. А вот предоставить гарантию внешней стороне они не могут. Соответственно, пилотный проект, который бы показал, вот дядя Вася, значит, выполнил эти условия, и вот, значит, он счастливый на свободе. И вот этого всего нет. И в этой ситуации, конечно, у нас нет потока перебежчиков. А скажи мне, пожалуйста. Хотя желающих, желающих очень много. Хорошо, желающих много. Но это желающие бежать. Те, кто сбегут, они не могут, не смогут остановить войну просто по той причине, что они уже там, они уже на Западе. Да, они купили себе индульгенцию. Они там пожертвовали 15 миллиардов долларов из 25 капитала на ЗСУ. Ну, а, собственно говоря, Путина-то кто менять будет? Да, вот кто будет заниматься всем этим делом? Кто будет там финансировать внутренние какие-то фронты, которые смогут физически это сделать? Ну, это другой вопрос. Ну, ты понимаешь, надо от каждого человека брать то, что он может дать, да, то есть для победы. Ну, говорить Виксельбергу возьми автомат иди свергать Путина, это глупо, да. Вот, даже если ты ему этот автомат всучишь, вот, он из него в другую сторону старельный, да, просто по незнанию, как он работает. Ну, он не способен на это, да. И поэтому с такого человека надо снять информацию и получить деньги, которые очень нужны Украине, да. И тем более, что таких людей можно получить, там, миллиарды долларов, да. Совершенно другая история, да, с людей, которые, вот, уезжают из России, там, и без денег, там, и без всего, которые, там, ну, бегут от плохой жизни. Вот, их стимулировать на то, чтобы они боролись, можно и нужно. И, ну, еще раз, тут вопрос, к которому надо подходить цинично. Вот, я сейчас это говорю, и, там, любой человек, который слушает нашу передачу «Россиянин», он скажет, «А-а-а, ты хочешь, значит, чтобы к олигархам был один подход, а к нам, к простым людям, совершенно другой». Просто, что я, как человеческое существо, родившееся и выросшее в России, я ощущаю эту несправедливость. Но я, как человек, который хочет победить в этой войне, говорю о том, что война несправедлива. Но мы все несем ответственность за то, что она началась. И олигарх, и простой человек. Это равная, на самом деле, ответственность, потому что мы все одинаковые российские граждане. Если мы не смогли этого добиться, на каждой на своем месте, чтобы эта война не началась, чтобы Путин был свергнут от власти, и так далее, ну да, нам дальше по-разному отвечать в зависимости от своего общественного статуса. Это может выглядеть жутко, несправедливо и обидно. Но внешние силы, которые воюют, должны от каждого получить то, что он может дать. Абсолютно с тобой согласен. От каждого по умениям и по способностям Виксельберг с автоматом – это действительно очень смешное зрелище. Но Виксельберг, который внутри России создает условия для того, чтобы появились люди, которым можно дать этот автомат, такое ли уж это эфемерное и фантастическое зрелище? Нет, не эфемерное и не фантастическое. Только давай не решать за Виксельберга. То есть Виксельбергу… Нет, я просто к тому, что Виксельбергу, там можно сказать, что Виктор Федорович, тебя 10 миллиардов. Но если ты создашь какие-то условия, то 5, еще и сам сорганизуешь, то 2. А дальше пусть он сам решает. Я понял тебя. То есть условия и прозрачные или полупрозрачные условия для того же условного Виксельберга о том, что сидеть и ждать у моря погоды – не вариант. Просто нужно четко, абсолютно описать, о чем мы от него хотим. Ну, должна быть абсолютно четкая процедура выхода. Значит, она сейчас вот в этой бумаге написано, что человек должен по-любому значительную часть его состояния направить на восстановление Украины, поддержку ЗСУ, иные формы борьбы с путинским режимом, путинской агрессией. Но дальше, конечно, в случаях таких грандов, больших денег и больших ресурсов, конечно, это решение, которое должно принимать военно-политическое руководство вот этой «Рамштайн-коалиции». И там, грубо говоря, начинаем с того, что говорит просто половину состояния «давай, вкладывай в ССУ». Но если человек приходит с идеей о том, что, ребята, давайте там не 50, а 25, но я за то, вот, делаю это, 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 и это, и это приблизит вашу победу. Ну, то есть, это решение президентов, которое они могут принять. Вопрос о притерианской гвардии. Вопрос о маленьком человеке, который может оказаться тем самым черным лебеденком, который имеет доступ в середину периметра и который может нанести удар табакеркой оттуда, откуда никто его не ждет. Просто маленький человек. Насколько это, в принципе, возможно? Или там все так вычищено, так зачищено и так запропагандировано сверху наждачкой, что, в принципе, ни у кого никаких сомнений? Ну, я думаю, что тут же вопрос не пропаганды, а тут вопрос просто проверок. Украинская власть, например, вся проходит через эти полиграфы, которые прямой задают соответствующие вопросы, там оценивается стабильность человека и так далее. значит, это не исключает, конечно, возможности о том, что у кого-то может наступить прозрение, значит, и он может что-то такое сделать. Единственное, что если такое произойдет, то мы должны понимать, что это будет человек, не который хочет там прекратить войну и, грубо говоря, стоит на стороне Украины, да, в этой, в этом конфликте, а скорее это будет человек, который будет стоять на позиции неоднократно сегодня не упоминавшемуся Гиркина, о том, что, то есть, вот, вы развалили армию, ваша коррупция не дает нам возможности победить, вот, вы за это несете ответственность и сдохнет и сейчас. Да. Во имя Великой России, да. Ну, то есть, появление Гаврилы Принципа, оно, в принципе, появление Гаврилы Принципа, в принципе, сейчас невозможно. Ну, Гаврилы Принцип был студентом, который принес старт на улице во время проезда кареты, да, и мы понимаем, что это, конечно, сценарий крайне маловероятный, учитывая то, как организована сейчас личная охрана. А вот, да, приближенные, особо приближенные к императору, маленькое, которое можно сделать, ну, вот, это вот скорее какая-то самая, у Дюма, этот, это, миледия соблазнила этого, значит, чувака, который убил Бекингера, да, то есть, вот такая история, то есть, она, в принципе, возможна, но я думаю, что более вероятен все-таки такой осмысленный, осмысленный сценарий, осмысленный заговор. Спасибо тебе, давай за, поднимем бокалы за канделябры и за табакерки, за то, чтобы они дождались, табакерки ждут своего часа, да, когда-нибудь. Ну, у нас сейчас высокотехнологичные табакерки, которые с крыльями, то есть, вот, и в праздник управления, поэтому мы пошли их готовить. То есть, ты хочешь сказать, что по кумполу Кремля прошлись их старшие разведывательные братья, да. Да, крышечка пока от табакерки пролетела, да, то есть, сама табакерка наготовила. Чем быстрее в России найдутся люди, которые свергнут путинский режим, тем меньше репарации россияне будут платить в казну Украины на протяжении многих лет.